У каждого из нас есть любимые бойцы. Каждому из нас кто-то нравится, кто-то нет. Но несмотря на это, есть такие бойцы, величие которых мы не можем не признать. Несмотря на личное отношение к ним. Именно такие гладиаторы современности могут гордо носить звание лучших бойцов десятилетия. И мы, всей нашей команды, решили составить свой топ-10 бойцов, вне зависимости от категории, по версии нашего канала. Меня зовут Невымин Иван, вы на канале It's Time. Погнали! 10 место. Ронда Роузи. Да, это лучшие бойцы десятилетия. Да, карьера Ронды, по сути, была на пике лишь с 2012 по 2015 года. И перчатки на гвоздь она повесила уже в 2016. Все так. Но Роузи, по сути, стала родоначальницей женских боев UFC. И дала возможность девушкам в будущем выступать в лучшем промоушене мира, получать хорошие гонорары и приобретать огромную известность. Роузи была настоящим локомотивом в популяризации и развитии женских боев ММА. Она стала первой девушкой, которая смогла возглавить огромный турнир в промоушене номер один. Также не будем забывать, что Ронда первая чемпионка в легчайшем весе UFC среди женщин. При этом она шесть раз сумела защитить свой титул. И самое главное, Роузи стала первой и пока единственной женщиной, вошедшей в зал славы UFC. Ронда Роузи и, безусловно, заслуженное место среди лучших бойцов прошедшей декады. А самыми важными в этом десятилетии победами Роузи стали победы над Сарой Кауфман 18 августа 2012 года. После той победы Роузи была объявлена первой чемпионкой в женском легчайшем весе UFC. Над Мишей Тейт 28 декабря 2013 года, ведь это был единственный победный бой Роузи, который продлился больше одного раунда. Миша дала Ронде настоящий бой и заставила проявить чемпионский характер. И над Бэткой Рейт 15 августа 2015 года в Рио-де-Жанейро, ведь это была последняя защита титула от Роузи. И, по сути, лебединная песня великой чемпионки. Девятое место. И здесь пожарный из Кливленда Степи Меочич. Карьера Степи в ММА началась в 2010 году, а с 2011 он выступает в UFC. Этот парень настоящий герой своего города, ведь именно Меочич 14 мая 2016 года сумел снять проклятие Кливленда. Дело в том, что начиная с 1964 года ни один спортсмен из этого города не сумел выиграть ни одного значимого соревнования. И сразу после того, как Меочич снял проклятие, взяв чемпионство в тяжелом весе UFC, баскетбольная команда Cavaliers из Кливленда стала чемпионом НБА. К слову, Степи после победы над Вердумом в Бразилии и став чемпионом UFC в тяжелом весе смог остановить еще одно, если так можно выразиться, проклятие. До американца хорватского происхождения ни один чемпион UFC в тяжелом весе не мог защитить свой титул более двух раз к ряду. А Меочич смог это сделать трижды. Да, в 2018 году Степи потерял свой титул, уступив Дэниелу Кармье. Но под конец десятилетия в бескомпромиссной рубке он смог нокаутировать DC и вернуть себе звание чемпиона. Ну, а важнейшая победа Меочича это. Победа над Марком Хантом 10 мая 2015 года. За этот бой Степи получил награду избиения года и заявил о себе как реальном претенденте на титул. Победа над Фабрисио Вердумом 14 мая 2016 года в Бразилии. Ведь тогда Меочич не только смог стать чемпионом, одолев соперника на его земле, но и снял 50-летнее проклятие со своего города. Победа над устрашающим Фрэнсисом Нгану 20 января 2018 года. В том бою Степи установил рекорд по количеству защит титулов среди тяжеловес. А также показал, что Нгану тоже человек и у него есть свои слабые стороны, которыми чемпион и воспользовался. Ну и главная победа Степи произошла 17 августа 2019 года. Когда он смог вернуть свой титул, победив одного из величайших бойцов всех времен Дэниела Кармье. Восьмое место. Макс Холловей пришел в UFC в 2012 году, когда ему было 20 лет. За первые три года в промоушене он провел 6 поединков и в трех из них уступил. Тогда казалось, что парень звезд с неба не хватает и его ждет средненькая карьера. Однако, начиная с января 2014 года и вплоть до апреля 2016 года, Макс не проиграл ни одного из последующих боев. Оформив серию 13 побед к ряду и устраивая настоящие зарубы с каждым из своих оппонентов. В апреле 2019-го Макс, будучи чемпионом полулегкого веса, уступил Дастину Парье в бою за временный титул легкого дивизиона. При этом, после поражения Парье, Холловей провел очередную, третью, если быть точным, защиту своего титула в полулегком весе. И лишь в декабре 2019-го единогласным решением благословенный уступил Алексу Волкановске и утратил статус чемпиона. Ну а сейчас приведем несколько главных побед в карьере Макса Холловая. Во-первых, это победа техническим нокаутом 10 декабря 2016-го года в бою против Энтони Петтиса, благодаря которой Макс смог стать временным чемпионом. Затем, две победы над Джозе Альдо в 2017-м. В тех боях Макс смог завоевать титул неоспоримого чемпиона и защитил его. Также была важна победа над Брайаном Артегой в 2018-м году, ведь на тот момент многие были уверены, что именно Артега сможет остановить чемпиона. Но по итогу Макс уничтожил Брайана в том бою. Ну и, конечно, единогласное решение в пользу Холловая в бою против Фрэнки Эдгера. Еще одна легенда пала о жертве гавайца. И в том поединке Макс в последний раз защитил свой пояс, прежде чем его потерять. На седьмом месте, пожалуй, лучшая девушка-боец в истории смешанных единоборств Амандо Нунис. Карьера Нунис в американских промоушенах началась ни шатка, ни валка. И в UFC, проведя 4 боя, она имела рекорд 2 к 2. Однако с сентября 2014 года, после своего поражения Кэдзингана, Амандо так ни разу и не проиграла. И уже почти 6 лет остается непобежденной. За это время Львица не только смогла завоевать и 5 раз защитить титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе. Но и шокировала мир, нокаутировав Крис Сайборг и забрав ее пояс в женском полулегком весе UFC. Что касается главных побед Львицы, таковых было много. Но хочется отметить 4 поединка. Во-первых, это победа над Мишей Тейт на UFC 200. Ведь именно в том бою Аманда забрала пояс в легчайшем весе UFC и не собирается никому его отдавать. Также это первая защита титула 31 декабря 2016 года в бою против легендарной Ронды Роузи. Тогда фавориткой считалась именно американка. И было настоящим шоком, когда Нунис просто деклассировала Роузи и заставила рефери остановить бой уже в течение первой минуты. В этом поединке, по большому счету, Аманда заставила Роузи завершить свою карьеру в ММА. Не менее важным был второй бой против Валентина Шевченко в 2017 году. Ведь тогда Аманда на новом этапе своей карьеры впервые оказалась в глубоких водах и смогла выбраться из них, победив пулю раздельным решением. Ну и на сладенькое мы оставили поединок, который прошел 29 декабря 2018 года против Крис Сайборг. Сайборг на тот момент сметала всех на своем пути, наводя настоящий ужас на своих соперниц. И каково было удивление, когда Аманда Нунис, которая поднялась в весе для того, чтобы забрать пояс в женском полулегком дивизионе, умудрилась нокаутировать Сайборг и сделала она это за 50 секунд боя. А Аманда с тех пор владеет двумя поясами одновременно. Это был настоящий апсет. Хабиб Нурмагомедов оказался на шестой строчке нашего топа. Орел уникальный боец. За свою карьеру он провел 28 боев и каждый из них выиграл. Более того, многие эксперты в один голос утверждают, что за все 28 боев он проиграл лишь один раунд в бою против Конора Макгрегора. Тогда, к слову, он весь раунд решил провести в стойке. В UFC Хабиб пойдет на серии с 12 побед к ряду. На самом деле, Орел в нашем топе мог взлететь на куда более высокое место, победив 18 апреля Тони Фергюсона. Но их бой, к сожалению, был отменен уже в пятый раз. А без боя с Тони на данный момент мы не можем сказать даже того, кто же был лучшим бойцом десятилетия хотя бы в легком весе. Ну а пока Хабиб абсолютно заслуженно оказывается на шестой строчке, демонстрируя всем свой потенциал на то, чтобы со временем стать не просто одним из лучших, но и вообще лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. А лучшие бои Хабиба в UFC – это бой с Трухилью. В том поединке он поставил рекорд по тейкдаунам в UFC за один бой. Бой против Рафаэля Досаниса. Ведь тогда Хабиб в одностороннем порядке переработал находящегося на пике своей формы будущего чемпиона легкого дивизиона. В поединок с Парея Дасти на тот момент набрал впечатляющую форму и шел по легкой категории как локомотив, потому финиш от Хабиба в бою с ним смотрелся впечатляюще. И, конечно же, бой с Макгрегором. Многие крестили эту схватку боем десятилетия, и Хабиб продемонстрировал стойкий дух, не дав ирландцу забраться к себе в голову и не оставив шанса в самом поединке. Да и тот факт, что Нурмагомедов остается непобежденным бойцом на таком уровне высочайшей конкуренции, вызывает только уважение. Невероятно. Джордж Сен-Пьер оказался на пятой строчке. Да, канадец завершил карьеру в начале десятилетия, и лишь на один бой вернулся в 2017 году. Но из-за этого время Раш успел сделать много всего. В промежутке с 2010 по 2013 год Сен-Пьер защитил свой титул в полусреднем весе UFC 6 раз и был одним из самых доминирующих чемпионов того времени. А позже, спустя 4 года, вернулся в клетку и стал чемпионом UFC в среднем весе, забрав пояс у Майкла Биспинга, который, впрочем, сразу же оставил вакантным, окончательно уйдя на покой. Конечно, за это время случились прекраснейшие бои, которые стоит отметить. Бой против Карлоса Кондита в 2012 году, в котором бойцы устроили настоящую войну в восьмиугольнике. В том бою Раша одержал победу и не дал временному чемпиону насладиться полноценным золотом. Также последняя защита титула в карьере чемпиона, которая пришлась на 16 ноября 2013 года против Джонни Хендрикса. Тот бой тоже стал бескомпромиссным побоищем, в котором Сен-Пьер одержал верх с помощью раздельного решения судей. То решение оставило очень много вопросов. Ну и, естественно, схватка с Майклом Биспингом в среднем весе после четырех лет простоя и, как итог, победу удушающим приемом и звание чемпиона среднего веса UFC. Четвертое место. Могучий мышонок Деметриус Джонсон подобрался максимально близко к нашей тройке лидеров, заняв четвертое место. Деметриус – это первый чемпион UFC в наилегчайшем весе. После того, как Джонсон забрал пояс чемпиона в 2012 году, выиграв у Джозефа Бенавида с раздельным решением, он оставался единственным чемпионом в этом весе вплоть до августа 2018 года, когда уступил Генри Сихуда довольно спорным раздельным решением. Примечательен тот факт, что мышонок защитил свой пояс 11 раз подряд. В этом плане он уникальный боец. Стоит отметить несколько важнейших боев Деметриуса в прошедшем десятилетии. Во-первых, это два прекрасных боя против Иэна Макола в полуфинале турнира UFC в легчайшем весе. Первый бой закончился в ничью и был назван лучшим боем вечера, а во втором Деметриус смог одержать победу единогласным решением и пройти в финал. В финале турнира в наилегчайшем весе, который прошел на UFC 152, мышонок сразился с Джозефом Бенавидасом. Никто из соперников не хотел уступать, и оба выгрызали для себя победу. В тот вечер более удачным оказался Деметриус. Именно ему присудили победу раздельным решением, и он стал первым чемпионом в UFC в налегчайшем весе. Также стоит отметить бой против Кодзе Харигута в 2015 году, когда японец постучал в знак сдачи за секунду до конца поединка, и таким образом возник рекорд, который невозможно побить. Самая поздняя остановка боя в истории промоушена. И первый поединок против Генри Сихуда, в котором мышонок не дал ни единого шанса перспективному претенденту, накавутировав его в первом раунде. Деметриус сделал достаточно много для UFC и спорта в целом, поставил несколько рекордов, вычистил свой дивизион. И оттого еще более обидно, что UFC попрощались с ним именно так. Бронзу сегодняшнего топа забирает Конор Макгрегор. Да, безусловно, на это место есть более подходящие кандидаты со спортивной точки зрения. Есть чемпионы, которые множество раз защищали свой титул. Есть бойцы, не познавшие вкус поражений. Или же разносторонне развитые атлеты, которые являются воплощением понятия смешанных единоборств. Но никто из них не может похвастаться тем же, что сделал Ноториус для UFC в частности и для смешанных единоборств в целом. Макгрегор появился в компании в 2013 году. И тогда же стало ясно, этот парень имеет задатки будущей мировой звезды. Благодаря своей харизме, красноречию, остроумному трэштоку, предсказаниям на исход боя и безусловному боевому таланту, ирландец с каждым своим поединком стал привлекать множество новых зрителей в ММА, которые раньше даже не знали, что это вообще такое. Конор вывел не только бренд UFC на абсолютно новый уровень, но и заработки бойцов. Несмотря на все заслуги Макгрегора за пределами октагона, его можно также отметить и со спортивной точки зрения. Во-первых, Конор стал тем, кто свергнул строна короля полулегкого дивизиона Жозе Альдо, который не проигрывал к тому моменту более 10 лет. А также Макгрегор стал первым бойцом в истории UFC, который смог завоевать два чемпионских пояса в разных весовых категориях одновременно. Что касается важнейших побед Макгрегора, то это, во-первых, UFC 189, и победа над Чедом Мендесом вопреки прогнозам практически всех экспертов, которые уверяли, что борьба Чеда станет непреодолимой проблемой для ирландца. Конор смог нокаутировать Мендеса во втором раунде и забрать пояс временного чемпиона UFC в полулегком весе. Во-вторых, конечно же, это UFC 194 и нокаут за 13 секунд, а вместе с тем свержение легендарного короля полулегкого дивизиона Жозе Альдо. И уж куда мы без UFC 205 и нокаута для Эдди Альвареса. В том бою Конор снова посрамил экспертов и играючи нокаутировал Альвареса во втором раунде, став при этом первым в истории UFC держателем сразу двух поясов – в легком и в полулегком весах. Сири Бро сегодня забирает настоящий супермен Дэниел Кормье. DC – это борец олимпийского уровня. Он дважды участвовал в Олимпийских играх в 2004-2008 годах, а в 2004 он занял четвертое место. Дэниел начал карьеру в ММА в 2009 и практически сразу бился в Strikeforce. Именно в этой организации Кормье сделал себе имя. В 2011 году в Strikeforce проходил гран-при тяжеловесов, и Кормье стал запасным участником, выиграв в резервном бою у Джеффа Монсона. И так получилось, что Алистар Аверим, который должен был в полуфинале сразиться с Бигфутом Силовой, сенсационно одолевшим в другом четвертьфинале Федора Емельяненко, снялся с боя. Его место занял DC, и в полуфинале американец нокаутировал бразильца и вышел в финал, в котором его ждал Джордж Барнет, который, в свою очередь, одолел Сергея Харитонова в другом полуфинале. Финальный бой продлился все отведенные 5 раундов, по итогам которых Кормье вышел победителем. Так он совершил настоящий апсет, выиграв турнир, на котором собрались одни из лучших тяжеловесов того времени, и заявил о себе как об одном из опаснейших бойцов в мире. После этого DC перешел в UFC, где с легкостью перебил Фрэнка Мира и Роя Нельсона. Но затем решил перейти в полутяжелый вес, потому что поясом в тяжелом весе владел его друг и партнер по команде Кейн Веласкес. В полутяжелом, как и в тяжелом весе, Кормье начал бодро. Выиграл два стартовых боя в категории и с рекордом 15 к 0 вышел на чемпионский бой против Джона Джонса. И это оказалось для DC непосильной задачей. Джонс легко, в одностороннем порядке, разобрал Кормье и оставил пояс при себе. Затем начались проблемы Джонса с законом, и Дэниел в бою за вакантный титул одолел Нэнтони Джонсона, став полноправным чемпионом. Он трижды защитил свой титул, выиграв у самых опасных парней полутяжелого веса того времени, а затем поднялся в тяжелый вес и забрал пояс у Степи Меочича. Более того, DC, являясь одновременно чемпионом и тяжелого, и полутяжелого веса, поочередно защитил оба своих пояса. И после этого он оставил пояс в полутяжелом весе вакантным. Сейчас Кормье уже 40, и в крайнем бою он потерял статус чемпиона, уступив Степи Меочичу нокаутом в четвертом раунде, хотя до этого три раунда контролировал бой. В планах Дэниела провести еще один бой. Он хочет сразиться со Степи в третий раз, снова стать чемпионом тяжелого веса UFC, и в таком статусе уйти на покой. Что касается главных боев в DC, то таких очень много. Это и победа в гранд-при Strikeforce, и сабмиши напастнейшего Энтони Джонсона в бою за авокантный титул на UFC 187. Конечно же, невероятно сложный бой с Александром Густосоном, и раздельное решение в пользу Кормье, благодаря которому он впервые защитил свой пояс и сохранил за собой статус чемпиона. Конечно же, победа над Меочичем, которая возвела DC в ранг одного из самых сильнейших бойцов в истории ММА. Но что запомнится больше всего, самое главное, это бои с Джоном Джонсоном, где Кормье так и не смог проявить себя, так и не смог справиться со своими демонами. Как я уже сказал, Кормье это Супермен, а как мы знаем, у Супермена есть криптонит. В случае с Кормье, его криптонитом был Джон Джонс, который так и не позволил Дэниелу стать величайшим в истории. Ну и на первом месте, думаю, вполне ожидаемо оказался Джон Джонс. Боунс абсолютно безальтернативный и безусловно лучший боец десятилетия. За эти 10 лет Джон проиграл лишь одному человеку, это самому себе. Карьеру в смешанных единоборствах Джон начал в 2008 году и почти сразу же получил контракт от UFC. В 2011 году, после трех побед к ряду, Джонс получил возможность сразиться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против Мауриси Руа, и возможность этого он упускать не собирался. В третьем раунде американец отправляет бразильского чемпиона в нокаут и становится в возрасте 23 лет самым молодым в истории UFC чемпионом, забирая титул в полутяжелом весе. С тех пор начинается эра Джона Джонса. Он вычистил свой дивизион, круша всех на своем пути. Он сражался с самыми опасными бойцами этого времени и не оставлял им ни единого шанса. Первую по-настоящему серьезную проверку для чемпиона устроил Александр Густавсон в 2013 году. В том поединке октагон превратился в настоящее поле боя. Александр стал первым, кто смог затащить Джонса в глубокие воды. И в том бою Джону пришлось проявить по-настоящему чемпионский характер. И буквально зубами выгрызать себе победу единогласным решением и отстоять свой титул. После этого боя Джон еще дважды смог защитить свой титул, одолев Гловера, Тейшейру и Даниэла Кармье. После чего начались проблемы Боунса вне октагона. Было множество мелких моментов с наркотиками, алкоголем и проблемами с законом. Не будем заострять на них внимание. Скажем лишь, что Джонс по итогу был лишен своего титула. Его разыграли между собой DC и Рамбл Джонсом. Спустя год после этих событий, в апреле 2016, Джон Джонс вернулся в октагон. Он должен был биться с новоиспеченным чемпионом DC на UFC 197, но Кармье вынужден был сняться из-за травмы. И Джонс бился против Овенса Сенплю, который согласился выйти на замену на коротком уведомлении. Бой получился скучным, но возвращание состоялось, Бонс легко победил. И в июле 2017 нас ждал долгожданный реванш между Кармье и Джонсом. Эти парни реально ненавидели друг друга. То и дело, поливая грязью один другого. И квинтэссенцией всего этого стал сам поединок. В начале боя Кармье контролировал середину октагона и даже забирал раунды. Но в третьем раунде Джонс поймал отменным хайкиком голову соперника и добил потрясенного Дэниэля. Так Джон вернул себе титул и поставил точку в их противостоянии. Так показалось на первый взгляд. Но все было иначе. В допинг-пробе Джонса, взятой после боя, обнаружили запрещенные вещества. Метаболиты Туринобола, если быть точным. И это послужило причиной для отмены результата поединка, который перешел в статус No Contest, а также для того, чтобы оставить пояс за Кармье. Джонса же при этом отстранили от боев. Прошло примерно полтора года, прежде чем Джон Джонс вновь получил свой шанс. Он вышел на поединок 30 декабря 2018 года, чтобы сразиться с Александром Густасоном за вакантный титул чемпиона, который оставил DC после того, как ушел в тяжелый вес. В этот раз Джон Джонс смог легко разобраться с Густасоном, нокаутировав его в третьем раунде поединка. И снова завоевал, а кто-то говорит просто вернул законному владельцу свой титул чемпиона. После этого Джон Джонс уже трижды защитил свой пояс. Пусть решения в пользу Джона Джонса в двух последних поединках вызывают сомнения. И многие эксперты говорят, что Джон проиграл оба боя, факт остается фактом. В прошедшем десятилетии Джонс ни разу не проиграл, проведя 10 успешных защит своего титула чемпиона в полутяжелом весе. И смог зачистить свой дивизион от двух поколений самых сильных и опаснейших бойцов этой категории. Остается только стоя поаплодировать Джону Джонсу и надеяться, что он сможет взять самый главный реванш в своей жизни. Реванш в бою с самим собой. Я решил не выделять какие-то отдельные бои Джонса, ведь каждый его бой, за исключением парочки, был реальной проверкой. И согласно цитате самого Боунса, он смог побороть олимпийских борцов, заставить сдаться джитсеров высочайшего уровня и перебить в стойке лучших хикбоксеров. И все это чистая правда. А сейчас я просто приведу список бойцов, которых смог победить Джонс. Райан Бейдер, ныне чемпион Беллатер в тяжелом и полутяжелом весах одновременно. Маурисио Руа, бывший чемпион и легенда смешанных единоборств. Рэмпэй Джексон, бывший чемпион Прайд и UFC, легенда смешанных единоборств. Лиото Мачидо, бывший чемпион UFC и очередная легенда смешанных единоборств. Рошад Эванс, бывший чемпион, легенда ММА, победитель шоу The Ultimate Fighter за номером 2. Витор Белфорд, легенда ММА, победитель 12-го турнира UFC в тяжелом весе. Также одни из лучших представителей полутяжелого веса Александр Густавсон, Гловер Тейшейера и, конечно же, один из самых сильнейших бойцов ММА за всю историю этого спорта Дэниел Кормье. Как видишь, лучшим может быть не только доминирующий спортсмен, но и харизматичный шоумен или расчетливый боец. Но главным остается тот факт, что, конечно же, без реальных достижений в спорте на пьедестал забраться не получится. Каждый из тех, кто вошел в наш топ, поднимался на самую высокую ступень и становился чемпионом UFC. Напомню, что это список лучших бойцов десятилетия по мнению нашего канала, и, конечно же, ты можешь не согласиться с этим списком. Более того, я призываю тебя в комментариях ниже писать свой список лучших со своими аргументами. Я бы, например, с удовольствием добавил сюда Доминика Круза, но травмы взяли свое. Или же за Альду, но он провалил вторую половину десятилетия. А кого добавишь ты? Меня зовут Невымин Иван, это канал It's Time. Обязательно подпишись, тыкни колокольчик, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, который мы для тебя готовим. Ну и пробей бойцовский лайк. Пока. Пока.